Добро пожаловать на канал How to Spain. Сегодня тема нашего эфира – расходы при покупке недвижимости в Испании. В гостях у нас администратор агентства недвижимости Испана Тур Ирина Рудь. Всем привет! Ирина, ты как эксперт по недвижимости. Как ты считаешь в Валенсии, допустим в Мадриде, в Барселоне, на Коста-Планка разные условия покупки недвижимости? То есть наши зрители могут ориентироваться на ту информацию, которую сегодня услышат, если они планируют приобрести недвижимость в разных регионах страны? Да, в целом можно ориентироваться будет на то, что мы озвучим. Единственное отличие в разных регионах, в разных автономных сообществах в Испании – это налог при покупке недвижимости, потому что он варьируется от 4% до 10%. Поэтому в зависимости от того, в каком автономном сообществе находится клиент, ставка данного налога может отличаться. Это единственное, пожалуй, отличие. Остальные цены, я думаю, плюс-минус будут одинаковы. Ирина, поправь меня, если я не права, но и Валенсия, провинция Валенсии, провинция Ликанты, куда относится Теревеха, где ты находишься, самые дорогие провинции в Испании по налогам. Так ли это? Ну, одни из самых, скажем так. Да, совершенно верно. Автономное сообщество Валенсии имеет самый высокий процент по данному налогу – 10%. Он не единственный. Наше сообщество не единственное, где 10%, но один из них. Не четыре, как у некоторых. Но, как правило, когда мы изучали и смотрели, то чем более востребована местность, тем выше налог, конечно. Ожидаемо. Ожидаемо, да. Друзья, если вы смотрите нас сейчас в записи, напишите, из какой вы провинции, из какого города в Испании или где планируете покупать, и какая там ставка налогов. Если вы не знаете, пишите, мы вам подскажем в комментариях. Ирина, переходим к нашему списку вопросов. Сегодня у нас будет 5 вопросов для рассмотрения. Небольшое видео, где мы рассмотрим расходы при покупке недвижимости в Испании. Кратко представлюсь. Я, Виктория Белякова, директор агентства по делам иностранцев в Испании «Хаутус Пэй». Ирина, в двух словах о вашей компании «Испанатур». Наша компания представляет побережье Коста-Бланка. Мы занимаемся продажей недвижимости. Также у нас есть департамент по аренде недвижимости для тех, кто хочет купить с целью инвестиций и сразу сдать в аренду. В каких городах вы представлены? Где с вами можно приобрести недвижимость? Мы имеем на данный момент три офиса. Два из них находятся в южной части побережья в городе Торревьеха и один находится в северной части побережья в городе Бенедору. Но мы представляем и продаем недвижимость во всех городах побережья. Это Дения, Алтея, Кальпы, Бенедору, Финнестрат, Виафайоса, Аликанте, Санта-Пола, Грана-Лакан, Гварда-Марта, Ригеха, Орелла-Коста, Кампа-Мор, Пилар-де-Ла-Радана и Сан-Педро-дель-Пената. Большой список. Да, самые популярные. Ирина, так как ты помимо моей подруги, мы с Ириной знакомы уже много лет, и это человек, которому я безгранично доверяю, профессионал в своем деле, мне кажется, самый порядочный в том плане, что везде порядок и порядочный с точки зрения человечности. И так как мы сотрудничаем с тобой по страхованию, знаешь, что многие ваши клиенты – это держатели золотых виз. Значит, у вас достаточно клиентов по этому типу виз для переезда в Испанию. Скажи, пожалуйста, какие регионы пользуются наибольшим спросом для такого вида недвижимости в Испании? На самом деле сейчас, на сегодняшний день сложно выделить какой-то один город или район побережья, который пользуется спросом среди вот таких инвесторов, которые 500 тысяч плюс. Тут, пожалуй, можно выделить два типа. Первый тип – это те, кто покупает несколько объектов, в основном с целью инвестиций, или же один для себя, один для инвестиций, или несколько для инвестиций. А второй тип – это тот, кто покупает просто один объект для того, чтобы переехать жить здесь на постоянной основе. Поэтому побережье Коста-Бланка очень разрослось, очень много нового строительства практически во всех городах и на любой вкус. То есть это как небольшие квартиры, бунгало, таунхаусы, так и большие виллы с видами на море, на горы, в районе гольф-полей. И поэтому можно в целом сориентировать клиента, кому больше нравится регион и какие приоритеты, кто к чему привык и к какой инфраструктуре. От этого оттолкнуться. Итак, переходим к нашим вопросам. Ирина, какие налоги оплачиваются при покупке недвижимости в Испании? Да, есть налоги. И тут мы должны рассмотреть два варианта, потому что налоги разнятся в зависимости от того, мы покупаем недвижимость на вторичном рынке или на первичном рынке. Если мы покупаем недвижимость на вторичном рынке, то мы оплачиваем один налог, это налог на передачу прав собственности, который составляет, как мы уже сказали ранее, в нашем автономном сообществе Валенсии, 10% от рыночной стоимости недвижимости, от той стоимости, которая указана в договоре купли-продажи. Тут есть такой еще нюанс, если стороны достигли соглашения какого-то, чтобы там заведомо изменить цену и поставить чуть менее рыночной, то всегда нужно быть с этим налогом аккуратно, проверять кадастровую стоимость, проверять стоимость регистрационную, чтобы определить, от какой стоимости будет рассчитан налог. То есть я хочу сказать, что если условно стоимость недвижимости стоит 200 тысяч, а стороны договорились указать 100, не всегда получится оплатить налог от 100 тысяч, вот на это нужно обратить внимание. А лучше, конечно, прибегнуть к услугам специалистов, потому что очень много нюансов. Если мы говорим о покупке недвижимости на первичном рынке, на вострой, тогда мы оплачиваем два налога. Первый – это налог на добавленную стоимость, ставка которого тоже составляет 10%, а второй налог – это гербовый сбор. Который составляет полтора процента. Кстати, этот налог тоже, то есть если на вторичном рынке только 10% оплачивает, если на первичном рынке, то 10% и полтора. То есть 11,5% всего на налог. Ирина, ты сказала, что нужно проверять кадастровую стоимость, регистрационную. Как это проверять? Кто это проверяет? Чья это зона ответственности? Здесь, если покупатель сам решил заниматься всеми документами и своей покупкой, то это можно посмотреть на сайте. Этот сайт, он публичный. То есть можно туда, все могут туда зайти и посмотреть, вбить кадастровый номер и найти данную кадастровую стоимость. Либо же, если покупатель нанимает профессионалов, это асессоры, юристы-бултера по-русски, или же адвокатов, тогда этим занимаются полностью данные люди, проверяют не только размер данной стоимости, но проверяют и объект на наличие каких-либо обременений, недоформленных документов, задолженностей. Очень часто мы встречаем, особенно, если говорить о недвижимости на вторичном рынке, часто встречаем, например, такой факт, как непогашенная ипотека. То есть в реальности хозяин объекта, он оплатил, все банку вернул, но он не закончил оформление документов. Потому что, когда погасил полностью ипотеку в банке, это не означает, что уже все закончилось. Это означает только лишь, что теперь с деньгами разобрались, но нужно разобраться и с документами. Нужно взять в банке сертификат о том, что все погашено, отнести его в рейд, сначала в нотариус, потом в офис регистра. И очень часто люди, может быть, этого от незнания, и по непонятным причинам этого не делают. И когда проходит 20 лет, а этого банка уже не существует, потому что произошла либо ресурсеризация, либо слияние, и единственный офис остался где-нибудь в Бильбао или в Мадриде, в лучшем случае, то это все, конечно, влечет за собой дополнительные действия. И пока это не будет оформлено, невозможно закончить будет регистрацию тому, кто покупает объект. Поэтому на это все нужно обращать внимание, и если нет достаточных знаний, конечно, лучше обратиться к профессионалу, кто это знает, потому что, прежде всего, это экономия времени, денег, а иногда и нет. В вашем случае вы ведь тоже это делаете? У вас есть профессионалы, которые берут ответственность за юридическую сторону оформления сделки, верно? Да, да, обязательно. Каждый клиент у нас сопровождается асессором или адвокатом, который полностью проверяет объект на наличие каких-либо задолженностей, обременений, недооформленных метров. Потому что есть такие задолженности мелкие, как там за свет, за воду, которые можно погасить, и это не является препятствием сделки к подписанию договора купли-продажи. А бывают такие вещи, как, например, неоформленное наследство. Вроде как, грубо говоря, это тоже не будет являться препятствием сделки, но только нужно будет это оформить, а на оформление этого может уйти несколько лет, даже не месяц. И понятно, что клиент, который приехал, счастливый, чтобы через три месяца иметь у себя в собственности квартиру и приезжать сюда на море, приглашать всю свою семью и друзей, а ему говорят, что, извините, мы можем ее купить с вами только через два года. Конечно, это мало кому понравится. Поэтому вот на такие вещи нужно обращать внимание. Некоторые из них можно решить быстро и даже не подвещать клиентам такие подробности, потому что все будет проконтролировано и нотариусом дополнительно. А есть такие вещи, из-за которых приходится отказываться от выбранного объекта и выбирать другую. Спасибо. И также, если мы говорим о недвижимости на первичном рынке, здесь тоже не стоит обходить стороной проверку объекта, в частности, того, как он был построен, все ли есть документы, есть ли лицензии, обязательно оформлено ли окончание строительства. Мы встречаем такие объекты, которому уже дому 20 лет, а у него до сих пор нет документа об окончании строительства, а это будет тоже препятствием для проведения сделки. Поэтому, когда мы покупаем новое строительство, тоже нужно обязательно на это обратить внимание, потому что, если эти процессы затягиваются, то нужно разобраться. Они затягиваются только потому, что совсем недавно объект был закончен и только подали документы, и в Испании мы знаем, что быстро ничего не происходит и надо подождать несколько месяцев, или же объект был закончен уже несколько лет назад, а до сих пор не оформлено, тогда возникает вопрос, что там не так, не нужно проверить. Поэтому объекты на первичном рынке тоже подвижат проверки, чтобы потом не возникло никогда никаких проблем у клиента. Кстати, по поводу риэлторов. Сейчас ввели уже требования лицензирования агентов. У вас наверняка компания уже получила соответствующее разрешение. Мне кажется, конкуренция на рынке недвижимости станет меньше. Меньше будет непрофессионалов, потому что теперь это контролируется законом. Да, так и есть. Мы уже на финальной стадии оформления данного документа. Все уже собрали, чего не хватало, подали. Если это агентство недвижимости, то данную лицензию достаточно оформить на руководителя, который на себя берет ответственность. Ответственность за знание, обучение своего персонала. А если, конечно, это риэлторы, которые работают сами на себя, то для них необходимо также иметь эту лицензию. И отдельно от прохождения обучения. В целом это обучение как раз-таки основных разов полного процесса сделки. По налогам, по расходам, какие нюансы, как на каком-то нотариус, регистре. Отдельно от этого обучения необходимо иметь страховки. Страховки профессиональной ответственности – это обязательно. На самом деле, как раз-таки ты правильно говоришь, что здесь конкуренция может уменьшиться, потому что оплачивать такие страховки не каждый сможет, тот, кто работает на себя и не имеет еще, например, большой базы клиентов, большого оборота. Ирина, какие еще расходы будут ожидать покупателя? Он заплатил налог, ты сказала, на новую недвижимость и на недвижимость на вторичном рынке. Дальше. Что еще записываем в наш список расходов? Это оплата услуг нотариуса. Как правило, она варьируется от 600 до 1200 евро. Весь и тот объекта. И от компании, собственника, которая его продает, потому что эти услуги рассчитываются в основном из количества листов в договоре купли-продажи. Нужно оплатить за эти, потому что все они на гербовой бумаге, этот договор печатается. И бывают такие компании, застройщики, которые, например, выкупили какую-то компанию давно или произошло слияние, и вот первые, условно, листов 5, 10, а то и 15 может быть информация о том, что эта компания, как она заразилась, появилась, появилась, и чуть ли там не современное сотворение мира, все об этой компании. Поэтому договор получается большим, и сумма на этом плате тоже получается большим. Но тут мы повлиять не можем, поэтому ориентируемся от 600 до 1200. Вот так. Следующий пункт – это оплата за регистрацию объекта. После того, как договор подписан у нотариуса, у нас есть 30 дней для того, чтобы подать данный договор, оригинал данного договора вместе с оплаченными налогами в регистр. Для того, чтобы в офисе регистра внесли изменения в единый реестр недвижимости и внесли туда новых собственников. Вот. Услуги, данные услуги, услуги офиса регистра варьируются от 400 до 800 евро. То же самое зависит от объекта. Очень многое зависит, как мы видим, даже от города, потому что сделки, которые мы проводим в Тарельехе, мы вот примерно сравнивали, что одинаковый объект по площади, по стоимости, такие же объекты в Венедорме, в Фенестрате сумма очень отличалась. И получается, что эти офисы регистра могут тоже за что-то свое добавлять. А где было дешевле? В Фенестрате или в Тарельехе дешевле? В Тарельехе, да. Но в то же время в Тарельехе были объекты, которые стоили так же, как некоторые в Венедорме. То есть тут каждый из этих офисов рассчитывает, основываясь на много критерий. А вот что я и хотела еще добавить по нотариусу, что у нотариуса тоже цены могут отличаться в принципе. Где-то есть подешевле. Одна и та же услуга, один и тот же договор, может отличаться в стоимости, в разнице даже может быть 200-300-400 евро. Вот так. Ирина, а налоги оплачиваются в какой момент? Вот налог на самый крупный 10% при покупке. В какой момент нужно оплатить? Здесь тоже нужно учитывать, это новое строительство или вторичное. Потому что от этого зависят и сроки. Если мы говорим о новом строительстве и налоги НДС, то он оплачивается сразу. Прямо, так скажем, с момента резервирования объекта. Сразу застройщик добавляет к стоимости объекта 10%, говорит, что вот этот налог мы сразу добавляем и от этой общей стоимости составляем график платежей. Что сейчас мы оплатили резерв, потом еще 40%, потом 10% и в конце остальную сумму. Поэтому этот налог по сути оплачивается сразу. Если мы говорим о налоге при покупке на вторичном рынке, то для оплаты данного налога у нас есть 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Спасибо. Такой же срок и у налога гербовый сбор, который мы говорили, 1,5% при покупке нового строительства. НДС оплачивается сразу, а эти два налога можно оплатить в течение 30 дней. Я так понимаю, когда клиент покупает недвижимость, вы составляете с ними какую-то такую дорожную карту, когда прописано, на каком этапе, какие документы нужно предоставить, что куда платить. И на каждом этапе клиента ведете, чтобы не просрочить, не пропустить важные сроки, подготовку документов и так далее. Это ответственность агента по недвижимости, верно? Да, конечно. Это очень важный вопрос. Это план работы мы называем у себя. И что касается денежного вопроса или же тех документов, которые мы знаем, что быстро нельзя их получить и нужно оправлять, конечно, мы это заранее озвучиваем. Сразу вот с момента, когда клиент нам говорит, мне понравился этот объект, какие наши действия. Мы садимся и проговариваем, что отдельно по документам мы будем вот это, вот это и вот это готовить. И отдельно по финансам, что на данном, на этапе резервирования к оплате такая-то сумма, потом, да, если это объект на вторичном рынке, то, как правило, в течение трех месяцев назначается подписание договора купли-продажи и уже нужно иметь всю сумму для того, чтобы оплатить за объект, плюс налоги, плюс расходы на нотариус, регистры и все остальные, которые мы сейчас рассмотрим. А если это новое строительство, то там мы сопоставляем график платежей еще и с компанией, которая строит данный объект. В целом, если обобщить, то у всех компаний график платежей таков, что в первые 4-5 месяцев нужно оплатить 40-50 процентов и остаток оплачивается при сдаче объекта. Ну, иногда отличается, что сначала 20, потом еще через 3 месяца 20, но в целом вот такая схема. Там тоже мы с клиентом обсуждаем, что сейчас мы резервируем, оплачиваем резерв, в течение 4-х месяцев вам нужно подготовить, да, там, условно, 300 тысяч, а через 2 года еще 300 тысяч и там небольшой хвостик на расходы. Все это клиенту озвучиваем до подписания договора резерва, потому что если мы подпишем договор резерва, а потом скажет клиент, я передумал или понял внезапно, что у меня нет денег, то резерв не возвращается. Важное замечание, да. Поэтому это важно, чтобы попасть в такую ситуацию, да, все озвучить. Ирина, а если ипотека, будут дополнительные расходы? И вообще реально ли, кстати, ипотеку оформить сейчас для иностранцев? Да, оформить реально. Есть лишь некоторые страны, которые, список стран, для которых ипотеку банки не оформляют на сегодняшний день. Свои риски и списки банок составляют основываясь исключительно на вероятность того, что клиент будет способен оплатить. Все-таки есть страны, для которых ипотеку оформить нельзя, но если мы говорим о европейских странах, Америка, то можно на данный момент. И когда клиент хочет приобрести недвижимость с привлечением ипотеки, мы что делаем? Мы всегда так же заранее с клиентом проговариваем, как это будет, какие ему нужно подготовить деньги, на каком этапе. И заранее, чтобы узнать точно так же, не попасть в неприятную ситуацию потери резерва, потому что если мы подписали договор резерва, а банк нам сказал, что мы вам кредит нададим, резерв нам никто не вернет. Поэтому мы до того, как подписать договор резерва, мы всегда делаем предварительную оценку в банке. Собираем полный пакет документов, идем в банк, сотрудник банка как бы симулирует в программе клиента все его документы, доходы, расходы и выдает нам заключение, в котором есть информация о том, какую сумму максимум банк может дать, какой процент, на какое количество лет. Потому что здесь у нас условия зависят от резидентства, гражданства страны, от возраста клиента и от уровня его дохода. Это основные три позиции, от которых зависит, какая будет ипотека, на сколько ее дадут и какой максимальный процент тоже. Потому что на сегодняшний день для нерезидентов максимально можно получить 70% от стоимости недвижимости и 30% внести своих. А если, например, недостаточно дохода или страна попадает в список со средним уровнем риска или высоким, тогда уже может быть и 50% всего лишь максимум. Поэтому вот здесь в банке все мы узнаем. И если мы возвращаемся к нашей теме расходов, то нужно обозначить, что если недвижимость приобретается с ипотекой, то расходы возрастают. Потому что нужно будет оплатить комиссии банка, комиссию за открытие кредита, комиссию за выдачу каждой справки. Все это банк тарифицирует. И если мы обобщим, то общей сумме расходов нужно прибавить примерно еще 3-3,5 тысячи евро. И здесь нужно сказать, что расходы банк не финансирует. То есть оплата налога, оплата всех расходов клиент должен осуществить за собственные средства. Ирина, по поводу военных действий сейчас. Россиянам вообще реально купить недвижимость в Испании? Да. По поводу украинцев, я так думаю, что для украинцев проблем в принципе нет. Сейчас с переводом денег для украинцев вы помогаете приобрести недвижимость, перевести деньги в Испанию для оплаты. Есть такие услуги или проблемы? Да, да, есть. Есть, для украинцев тоже есть способы. Банки открыты, поэтому все легально. Некоторые люди пугаются, думают, что мы предлагаем какие-то попольные махинации. Нет, никогда такого не предлагаем. Все легальное, все только по закону. Потому что в банке, здесь в банке нельзя договориться. Прийти, сказать, подмигнуть там директору, сказать, я сейчас тебе заплачу, там условно, не знаю, 5-10 тысяч, а ты положи мне на счет какую-то сумму. Просто это невозможно, потому что это принимает решение не директор. Принимает, эти все операции проходят многоуровневый контроль, финансовый мониторинг, центральный офис. У сотрудников отделения влияния на это нет, поэтому все это легально. И только лишь, конечно, нужно позаботиться о том, чтобы компетентность менеджера, сотрудника банка соответствовала реальности. Потому что мы иногда сталкиваемся с таким, что менеджеры в банке говорят, нет, нет, так нельзя. На самом деле так можно, просто по разным причинам, неизвестны мы никому. Либо они хотят разбираться, либо они хотят заниматься этим. Мы еще с тобой не осветили, мы немножко переключились, вернулись на налоги, что пункт по расходам, что есть еще кроме нотариуса, регистра, есть еще юридическое сопровождение. Когда клиент не сам решил заниматься всем этим, а отдать в фоле профессионалов проверку объекта на наличие обременений, задолженности и так далее, в среднем это стоимость 1200 по разным компаниям, адвокатским, бухгалтерским, в среднем это стоимость. И также мы не сказали, что есть мелкие расходы, это такие, как перевод документов для банка, оплата госпошлины для получения налогового номера иностранца, оформление доверенности, если покупка будет по доверенности. Банковские комиссии при выписке банковского чека, когда мы идем рассчитываться с продавцом окончательно уже и получать ключи, то самым безопасным документом для расчета является не перевод, просто что мы отправили деньги, а потом что-то пошло не так, нужно их возвращать обратно, а мы выписываем всегда банковский чек. Это такой документ, в котором мы прописываем сумму, которую мы хотим оплатить и имя получателя, если это физическое лицо, просто имя, фамилия, если это застройщик, то название компании. И когда мы у нотариуса уже собираемся, и нотариус все проверил, говорит, все, когда финально, как это происходит, мы приходим к нотариусу, обе стороны читают черновик договора, если там какие-то недочеты, вопросы, или там внезапно решили муж с женой покупать на двоих, а потом на одного, все это можно исправить. И потом приглашают нотариуса, нотариус заходит, всех лично проверяет документы, что это люди реальные, пришли те, кто в документах, и спрашивают у всех, все ли согласны, нет ли никаких вопросов, тогда можно самое время сказать, что если есть какие-то сомнения, чтобы нотариус их развеял, потому что он со своей стороны проверяет. И это всегда независимое лицо, которое никоим образом не заинтересовано в интересах ни одной из сторон, потому что у него есть своя ответственность, которой глупо не дорожить, потому что на нем лежит ответственность чистоты сделки, что он проверил, что ничего не противоречит закону, что все документы предоставлены надлежащим образом, а если нет, тогда он просто не подписывает, говорит, идите, потом приходите. Вот и в тот момент обмениваем ключи на вот этот самый банковский чек, и тогда мы ничего не теряем. А если что-то пошло не так, и сделка не состоялась, мы этот чек никому не отдаем, возвращаем свой банк и деньги себе на счет. То есть это такой безопасный документ. Но выписка данного чека, она стоит денег. В целом по банкам 0,4 от стоим от суммы выписки чека, но это всегда не меньше 300 евро. То есть если сумма небольшая, то минимум 300 евро. Теперь мы разобрали все расходы. И если, знаешь, тот, кто будет слушать нас первый раз, или кто только задумался о покупке и подумает, что как все запутано, ничего не понятно, то всегда, я всегда предпочитаю говорить людям. Смотрите, вы увидели там на сайте, или менеджер вам агент ваш прислал домик за 400 тысяч, то к этой сумме нужно прибавить 10% налог, если это на вторичном рынке, 11,5, если это новострой. И плюс еще 3-3,5 тысячи на вот эти все остальные расходы. Нотариус, регистр, юридическое сопровождение, переводы документов, маленькие госпошлины, оплаты банковских комиссий. Это если без ипотеки. Если с ипотекой, то где-то 7 тысяч нужно прибавить. Вот так. Отличное резюме. Ирина, а ваши услуги? Дополнительно оплачивает покупатель услуги агентства по оформлению сделки, по подбору объекта? Стоит учитывать свой бюджет? Здесь, в нашем регионе, здесь на этот вопрос, чтобы так, наверное, правильнее всего ответить, что зависит от региона, где покупается недвижимость. В нашем регионе, на Костобланке, комиссию оплачивает продавец, не покупатель. Но есть такие регионы, где комиссию оплачивает свою часть продавец, свою часть покупатель. Поэтому здесь нужно этот вопрос всегда своему агенту задать. Будет ли еще дополнительная комиссия, как вознаграждение агентства? Поэтому, если мы говорим о нашем регионе, то нет. Никакого дополнительного вознаграждения нам, агентству, клиент-покупатель не платит. Платит клиент-продавец. Но если вдруг кто-то будет смотреть нас и покупать недвижимость в другом регионе, то на это стоит обратить внимание и спросить у агента, что какое вознаграждение. Потому что до сих пор я встречаю такие истории, когда клиент говорит, я приехал покупать недвижимость за 400 тысяч и привез 400 тысяч. И потом для него сюрприз, что нужно платить налог, платить нотариусу и еще кому-то платить. И также важно перед покупкой, я думаю, разобраться с расходами, которые вас ожидают после приобретения недвижимости. Потому что купить это полдела. Самое интересное начинается потом. Но об этом мы поговорим с вами в следующем видео, которое выйдет уже буквально завтра. Поэтому, если вы не подписаны на наш канал, обязательно сделайте. Помните, что при обращении в компанию «Испанатур» скажите, пожалуйста, что вы от «How to Spain», чтобы мы понимали, что это наши зрители. Нам будет приятно и будем чаще приглашать Ирину, чтобы раскрывать интересные темы для вас. Ирина, спасибо, что ответила на наши вопросы. И скоро перейдем к нашей следующей теме. И тебе, Виктория, большое спасибо за приглашение. Очень рада была поучаствовать и раскрыть важные вопросы. Надеюсь, будет полезно зрителям и тем, кто подумывает о покупке недвижимости.